Друзья, привет! С вами снова Артём Мельник и это третье видео из цикла «Как гарантированно получить визу в США?» И прямо сейчас у меня в руках есть список, есть интересный список, который я создал вместе с Майклом, бывшим визовым офицером посольства США, которого мне посчастливилось проинтервьюировать. И сейчас прямо я хочу вам зачитать этот список и прокомментировать, чтобы в дальнейшем вы, получая визу в США, проходя весь процесс онлайн и офлайн, не наступили на грабли. Это некая техника безопасности, чтобы вы по каждому пункту отметили, что здесь вы ошибки не допустите и что у вас всё хорошо. Я продублирую этот список в описании к этому видео, а в самом видео просто сделаю комментарии. Итак, самый первый пункт – это неправильно заполненная анкета. Да, друзья, если у вас будет некорректно заполнена анкета, вам сделают отказ в визе. Вы просто получите отказ, при том, знаете, вы оплатите консульский сбор, вы совершите поездку в Москву, если вы в Москве – это прекрасно, если вы не в Москве, то вы проделаете какой-то путь, чтобы прямо на месте сразу получить отказ. Вас даже, скорее всего, интервьюировать не будут, задавать вопросы не будут, вам просто укажут, что неправильно заполненная анкета – это самый нелепый отказ, который только может быть. Вторая причина отказа – это обман. То есть, если вы говорите неправду. Визовые офицеры, они очень хорошо чувствуют, кто говорит правду, кто лжет, и с большей степенью вероятности визовый офицер сможет вычислить, если, к примеру, вы заявляете туристические цели, а на самом деле они у вас нетуристические. Поэтому старайтесь говорить правду, по крайней мере, по целям путешествия. Следующий, третий пункт – это как раз сами нетуристические цели. То есть, если вы в самой анкете укажете какие-либо цели, кроме туристических, ну, допустим, кто-то может написать на обучение, кто-то еще может сказать, я еду рожать ребенка в США, вы получите отказ. Цели должны быть туристическими, потому что виза туристическая. Четвертый пункт – это несоответствие данных с ответами, данных анкеты с ответами, которые вы будете отвечать на вопросы визового офицера в самом посольстве. То есть, если вы указали, что, допустим, ваш доход равен, ну, скажем, 80 тысяч рублей, а при ответе офицеру вы скажете, что ваш доход 50, то знайте, что у офицера вся анкета перед глазами. И что при малейшем несоответствии – это сразу мгновенный отказ. Без объяснения причин, без ничего. Просто, ну, будет объяснена причина, что несоответствие. Поэтому, друзья, каждый ответ в своей анкете знайте, потому что визовый офицер может просто вас спросить. Это, кстати, еще одна причина указывать правду, потому что человек, который лжет, он, скорее всего, забывает, где он соврал и может на этом попасться. Пятый вопрос. Доходы. То есть, если вы укажете низкие доходы, скажем, 20 тысяч рублей в месяц, то наверняка вы получите отказ. Да, при том будет отказ сходу, потому что, ну, человек, получающий 20 тысяч рублей в месяц, вряд ли сможет себе позволить путешествовать. Ну, кстати, есть вариант, даже если у вас нет никаких доходов, вы можете в любом случае подавать на визу, если вы заручитесь поддержкой спонсора и человек, у которого есть доход, и у которого есть, так скажем, финансы, он может за вас поручиться. То есть, это не повод не подавать на визу, да, если у вас нет доходов. Ну, и завершающий пункт, самый такой неочевидный, но на котором обламывается очень большое количество людей, это сильное волнение. Когда человек приходит и когда он напряжен, знаете, я несколько видел таких людей в визовом центре, в консульстве при подаче паспорта на вклейку визы, я видел, как многие люди прям до ужаса боятся отказа. И не поверите, все они получают отказ, поэтому волноваться абсолютно не нужно. Друзья, вот сейчас в этом видео я вам рассказал краткий список, а в следующем, в четвертом видео, которое также доступно по ссылке, которую вы можете найти в описании к этому видео, либо в аннотации, которые вы можете увидеть прямо на экране и кликнуть, фишки, какие фишки нужно знать и применять для того, чтобы гарантированно получить визу. То есть, если у вас анкета правильно заполнена, то ценная информация вам точно будет полезна для того, чтобы вы правильно себя вели в посольстве, чтобы вы не допустили также никакой ошибки. Здесь также в четвертом видео я с комментариями, с подробными вам все расскажу. Как вы помните, моя задача вас подготовить таким образом, к получению визы, чтобы у вас эта виза стояла гарантированно. Кстати, да, меня вот спрашивали, в чем моя заинтересованность. Дело в том, что я изначально люблю помогать людям решать различные задачи, проблемы. Еще вторая причина это то, что я организую большое путешествие по США. И многие, кто смотрит это видео, это участники того путешествия, которое я организую от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса на автомобилях в течение 30 дней. Это вторая причина. Поэтому, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду рад также увидеть ваши успешные истории получения виз в комментариях. И переходите на четвертое видео и смотрите, какие же фишки есть. Также эти фишки я подчеркнул из рекомендаций Сергея Винского и из интервью с Майклом, с бывшим визовым офицером посольства США. Так что, друзья, успехов вам! Я очень хочу, чтобы вы начали путешествовать, особенно по Соединенным Штатам Америки. И до встречи в следующем видео. Я думаю, что оно вам будет крайне полезно. Успехов, друзья!